добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц и сегодня я буду готовить манник мне повезло я нашла рецепт который мне понравился я много 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 раз пробовала делать манник отказывалась от него потому что на мой вкус манка слишком чувствовалось в других рецептах ну вот прям никак я не могла найти а тут мне попался рецепт я его пробовала уже но 1 5 наверное поэтому сейчас могу смело его вам показать и так для этого рецепта нам нужен кефир кефир комнатной температуры пол-литра нам нужен стакан манки молки абсолютно любой кстати напишите мне в комментариях она вот чем отличается это манка магазин приходишь и видишь совершенно по разным ценам от разных производителей и если рис допустим я вижу чем отличается но гречку я вижу чем отличается там манка но она же одинаковая она же вот манка и манка совершенно ничем ну на мой взгляд ничем не отличается манку стакан манки мы засыпем в кефир и нам нужно будет дать ей разбухнуть так перемешаем слегка или не слегка короче перемешаем сейчас я сюда знаете я сейчас сюда сразу соли добавлю чуть чуть совсем как положено для порядка добавляем соль и я добавлю сюда сразу же чайную ложку соды если кто-то сильно чувствует соду выпечки ее можно погасить сейчас я не буду этого делать поскольку кефир он свое дело сделает киспорта в нем есть вот эту конструкцию смесь из кефира манки соли того соды нужно оставить видите пошло идите там увеличивается на глазах поднимается по ложке видно вот уровень это работает сода уже вот хорошо нам это и надо значит пирог будет пышный это нужно оставить минут на 15-30 поэтому можно смело заняться своими делами нет это все никуда не убежит значит что я еще сделаю я залью у меня здесь есть изюм можно без изюма просто у меня есть изюм я его залью тоже водичкой такой ну не кипятком а просто тепленькой водичкой чтобы он немножко у меня разбух ну и опять же как бы всякие всякие я грязь чтобы от него отлипла я потом эту воду солью изюм про про мой вот смотрите какая красота получилось было пол литра получился целый литр хорошо замечательно так и должно быть если чуть чуть помешать чуть осядет но не бойтесь это не дрожжевое тесто никуда не убежит очень хорошо пенится пузырится как раз то что нам нужно пока молока набухает я беру два яйца видели людей которые имеют разбивать одной рукой разбивать и выпращивать яйцо вот так вот это не я я так не умею делать два яйца стакан сахара если кто-то умеет напишите мне как и мы вот это должны сбить вечная проблема жужжать или не жужжать миксером в кадре я ее опущу потому что все равно сейчас нужно ждать пока вот это вот манка у нас разбухнет поэтому я отключусь подключусь когда это разбухнет а это будет сбит а я ведь забыла один важный момент нам понадобится примерно 100 грамм сливочного масла я его растопила в микроволновке я беру вот такую вот форму форму для выпекания сейчас я сначала намажу эту форму изнутри пользуясь случаем что масло здесь можно мазать можно не мазать это вы уже сами смотрите по своей форме форме моя примерно условно говоря 20 на 30 сантиметров с тефлоновым покрытием уже такая не очень новая это погнутая это поцарапанная но пока она служит пока из нее все вытряхивается она меня вполне устраивает так духовку духовку включаем на 200 и разогреваем вот это масло здесь у меня взбитые уже яйца с сахаром вот это масло мы сюда вырел и часы прям в камеру вы извините мне тут код просто ходит сейчас еще немножко пожужжу масса получается очень красивая буквально как пломбир вот вот и у меня замечали видеоблогеры часто говорят наше масло там наше тесто да не наше моё вы сделаете еще лучше и все интереснее вот она разбавшая уже манка сейчас мы сливаем наш изюм наш наш мой изюм вот он такой вот здесь небольшие конечно эти палочки я сейчас беру или не уберу уберу вот и пересыпаю сюда тесто заливаем смесь манки и кефира удобно удобно когда камера на штатиле но порядочное крепление еще себе не купила интересно когда вспомню о том что нужно его купить поэтому вот так это все перемешиваем а вот теперь смотрим по густоте тоже зависит и от кефира может быть даже от собой манки от густоты вот здесь конкретно в моем случае было бы неплохо добавить немножко можно но я хочу сказать что я делала и вообще без махи наша задача добавить ее минимальное количество вот это примерно даже не полстакана это меньше для того чтобы консистенция была не слишком жидкой но и не густой вот как на пирог мы делали с вами еще чуть-чуть добавлю ну в общем можно сказать что полстакана муки кстати знаете может быть я изюм не добавляла ни разу может быть вот такая чуть-чуть жидковатая консистенция именно из-за того что добавлен изюм он же размокал в воде и соответственно определенное количество влаги с ним вместе но сейчас я покажу чего я пытаюсь добиться вот он а ну как бы не льется сплошной струей но она и не густо это тесто мы его выливаем в форму подготовленную слышите да хоть бы раз приготовить что-нибудь без кота ходит и кричит недовольный что ему ничего не дает выливаем форму когда будет готова я вам покажу скажу сколько времени он был в духовке ну вот это прошло 40 минут на 180-200 градусов вот такой вот пирог прекрасный получился я сейчас его вытряхну порежу и покажу вам на заставочке очень рекомендую именно этот рецепт ну и по смыслу я думаю что понятно то есть мы муку не добавляем добавляем только если консистенция получилась жидковатая манка не очень хорошо набухла или кефир очень жидкий или вот добавили изюм который с какой-то частью воды попал вот и добавляем максимум полстакана тогда манник получается вкусный его можно замораживать кстати если его много получилось один из простейших рецептов подписывайтесь на наш канал каждые выходные у нас кулинарные рецепты самые простые самая быстрая из тех которые я знаю и пробовала сама и пробую не один раз с вами была анжелика пока 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 и